привет ребята мы сегодня у нас пятница и мы сегодня в школу не пошли а едем к детскому врачу все как начале недели началось так потихоньку кашель уже и медикаменты сами брали и горлышко обшикали ночью там вот сегодня ночью вообще раскашлялся марсель сильно и хрипы такие какие-то нехорошие и горло болит так как сегодня пятница у них мало уроков 4 всего лишь и мы решили сегодня у школу не пойдет что врач работы до полдвенадцатого мы съездим немножко цвет какое солнышко сегодня и мы решили что сеть сегодня съездим к детскому врачу воск она его послушает потому что впереди выходные чтобы не получилось у нас так что сейчас у нас на выходных ему станет хуже и потом всю неделю следующую школу не пойдем пятницу они обычно у них там такое знаете рисование такое всякое легкие задания уроки и такие слишком важные понедельник вторник и среда вот по этой причине мы в пятницу сейчас поедем и и до этого ночью так сильно не кашлял а сегодня прям вот я слышно да что гундошу тоже через нос разговор тоже простывшая тоже горло у нас витя уехал на работу мы чуть попозже едем к врачу не к 8 потому что там 8 все равно принимают тех кто по записи но думаю что до полдвенадцатого нас примут чтобы долго не сидеть потому что бывает приезжаешь к восьми сидишь там до полдвенадцатого пока тебя примут мы же без записи вот живая очередь и поэтому выехали мы сейчас девять часов пока мы доедем уже будет как более-менее так десятый час ну вот придется немножко подождать по этой причине у нас всю неделю тоже нет влогов такое знаете состояние нестояние какой-то слабость вот но осень до нас дошла тоже сейчас очень много кто заболевает поэтому неудивительно да вот покажем ух икает но кашель такой был вон звонкий кашель это одно дело когда он не может откашляться но у него внутри сидит я хочу чтобы все таки врач проверил смотрел ушки горло носик и чтобы выходные подлечили сюда из понедельника все нормально пошли в школу вот учительница с утра уже написала что марсель сегодня не придет ну и какая-то если важная информация будет там уроков то не задают в пятницу какая-то информация для родителей наш марселя друг мама его несет на или учительница может сфотографировать и по ватсапу тоже мне поэтому вот такие у нас дела ребята переключимся попозже с вами вот приехали наша такая больница типа детский врач здесь здесь ортопед здесь зубной здесь для взрослого врач ну короче такого здесь магазин у нас радуетые деревья но напитки мусорка приехал а тут сразу вот магазин просто реви ну короче все вокруг это зареве росман да сейчас аптека сразу мы зашли к нашему доктору которого наблюдается ну как не где обе то просто сидим сейчас в ожидании комнате ожидания пока нам сделают направление на обследование каждые три месяца которые диабет проходит да сказал нам сейчас врач распишется на направлении это каждые три месяца у нас взял направление мы сначала зашли к вовиному а сейчас пойдем к детскому наверх на второй этаж русселька уже сидит ждет на русском я потому что потом спустимся сюда они могут уже закрытые быть и чтобы два раза не ездить врача мы решили сегодня взять направление потому что нам через неделю уже на контроль датали надо ехать по диабету поэтому сейчас марселю сразу детского врача тоже возьму для марселя то есть без направления нас как бы ну примут но потом нужно будет все равно им дослать до такой детский уголочек есть но это вот получается house от да это врач для взрослых общий врач такой по всем этим он потом распределяет куда кого вот мы взяли вове короче сейчас идем с марселем на второй этаж детскому врачу давай поднимайся там у нас судной тоже короче создание под врачи отдали здесь детский врач мне кажется мы еще полчаса сейчас уже пол-двенадцатого они как бы уже других не принимают но если как сказать заканчивать работу в двенадцатом пол-двенадцатого уже больше кто зайдет они уже как не принимают вот сидим ждем вот такое там кабинет кабинет может карту рассматривать да нашел то что вот для африки были эти как они асминоди сейчас покажу вам где мы были показываю нашел вот африка а мы получается были вот тут вот капо вердиши инцель да вот это вот где-то в одном из них вот так что вот такая карта интересная я ее тут уже за два с половиной часа все изучила причем уже не в первый раз мы тут уже с того возраста когда вове было четыре года возраста у этого врача да уже все мы сели уже скучно да что ты делаешь что ты делаешь вот так вот так и сидим терапия там тоже уголок есть играться детям а там вот гистратура получается вот такая комната зашли мы сюда нас уже позвал как бы врач в комнату до ожидания теперь в этой комнате будем ждать сейчас придет послушает открыла уже его программу чего ты хочешь мыслик нет уже у меня батарейка там у них внутри кожи кончил дара мне там уже осталось совсем чуть-чуть давай кофточку снимает залазь пока врач не пришел короче мы уже извелись да это врача картинка старая какая-то объявление вот так теперь ждем закидывай закидываешь крутишь крутилку вон видишь да нахрен еще 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 вот крути крути с моей упала там что-то снизу доставай мы время зашли закупились немножко ну вот пошли в машину сядешь и посмотри что это да короче вышли мы уже от детского врача зашли в аптеку взяли лекарства да зашли также в реви марсель захотела лимоны с медом дома у нас нету я взяла немножко творога сегодня хочу спечь такой творожник да вот и марсель выбрался такого смайли смайли говорю с какого шлями а покажи вот такой нажми его мандаринку эту митин такая никакая вот мы сейчас едем домой его уже спит взяли мы справку от врача что мы у врача были дай-ка по жамку и тоже ой такой не очень мне что-то мы вышли с утра было так прохладно мы запаковались с марселем так по зимнему а сейчас на улице солнышко разыгралось и тепло так стало короче мы сейчас все домой едем будем кушать чай пить время у нас уже почти час и мы вот смотрите как в 9 выехали да и только сейчас час мы выезжаем от врача домой ну не считая 10 минут в магазине мы были только зашли лимон и творог взяли и домой марсель захотел себе донат скушал потому что ребенок бедный не завтракал утром не хотел да вот так что ребят переключимся с вами уже попозже мы приехали марсель захотел вот таких куриных крылышек ножичек и я ему быстренько поджарила так как он сейчас болеет немножко у него аппетита сильно нету да и вот он не хочет ни гуляш не суп ничего вот хотел просто такие кусочки мяса он любит погрызть ему хорошо зажарила их вовину бутылку работу помыла мне воду берет вот так что сейчас духовка моя остывает немножко сохнет полотенце и не знаю посмотрим я сегодня планировала еще сделать пирог ребят сейчас я уже на кухне все свои дела закончила и пришла в ванную комнату чтобы немножко прибраться у себя на полках на полках у меня тут уже надо давно было посортировать мы все руки не доходили наверно сейчас я займусь сортировкой да и потом покажу вам что у меня получилось в принципе сейчас у меня конечно это полный полный бардак я считаю так потому что здесь все что надо и не надо вот так вот выглядит конечно мои полки полочки в ванной комнате видите сейчас я займусь ими уберусь потом покажу что получилось но этой полочкой я редко пользуюсь так как маникюр я сама теперь теперь не делаю же давным-давно только если на ногах маникюр но это только большинство в теплую как погоду да как сказать в теплое время года сейчас на зиму это все будет стоять когда зимой делаю вот ну и тут у меня такая вот полочка тот парфюм какими я пользуюсь принципе ну не часто я появилась такая одна минутка свободно я могу мать в своем этом шкафчике от именно вот этой половине двух других металл принципе я ничего сильно не ворочу а вот здесь постоянно когда у меня получается для вас дисков очень удобно я ставлю по одному вытаскиваю беру да вот здесь открыто вот так это мы убираем это запас моей закрома это мы убираем ну и теперь покажу что у меня получилось а а получилось мне вот так главное самое пыли на полочках нету все срок годности даты проверены и все что не нужно выкинуто все здесь пользуемся дальше пока все не используем так что вот так ну а вот эти шкафчики я уже не буду трогать потому что в принципе не лаком я не пользуюсь сейчас пришла к марселику поиграться попросил меня позиции с лего не знаю что я буду строить я строить вообще-то не мостах на вас я могу вот подавать что или у меня обычно нет вот такую запчасть найди я ищу эту запчасть сейчас начну перебирать сортировать это вот лего потому что тут видите все кусками вот такими надо это все по одному кубику вот ну штаб дырочку сделал короче походу же будут такие палочки скайзер у пространства вот будем сидеть играться круче у нас уже вечер уже 6 часов вечера вову дужу никак не встает конечно ведь надеюсь и станет уже скоро видите должен приехать поужинаем марселю смотрю полегче стало уже медикаменты я уже давала сироп от кашля еще до врача то есть я ему стала давать его с понедельника я видела что он раз-два там пока что думают там сироп у нас на травах поэтому я начала ему давать сразу этот сироп стала давать сначала только в понедельник только по утрам потом ну думаю уже все хорошо там понедельник вторник среду подавалась ну да вроде ничего то есть четверг я ему уже ничего не дала а он у меня стал кашлять сильнее то есть мы вчера погуляли может быть еще вот это вот сегодня как бы не ходили вчера наверно мне кажется сподвигло его на сильнее кашель потому что он бегал прыгал там играл футбол на улице да и все таки воздух был прохладный довольно-таки сыроватый мне кажется начал сильнее из-за этого кашлять вот мы сегодня на всякий случай съездили к врачу так как впереди выходные я уже говорила да и еще раз подтвердили что правильно я ему давала принципе сироп от кашля ему пшикала в горлышко что горлышко горлышко немножко покрасневше да ничего пей водичку давай давай вот составляю сижу пить воду потому что не хочет пить воду а вода важно сегодня он не пошел нас на тренировку не пустила в зале очень холодно на тренировке и плюс когда он начинает бегать у него кашля усиливается да вот мы говорим что я права поэтому сегодня день такой домашний даму были целый день дома практически после больницы приехали вот собиралась сделать творожник так до него у меня руки не дошли наверное завтра суббота ведь и на работу по это я займусь творожником покажу что у нас получилось с этим творожником к чаю будет у нас да и поэтому вот такая у нас была сумбурная пятница и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok